Доброе утро! Давайте сегодня прочитаем Евангелие от Луки, 6 главу, 46 стих. Здесь Иисус, обращаясь к людям, говорит следующие слова. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Вот интересно, вот это слово Господи, оно в нашем языке как-то трансформировалось в какое-то уже слово, даже трудно сказать какое, что оно означает. Его употребляют все, кому не лень, даже в суе, о чем говорил Господь, что так не надо делать, в суете, не влагая в него тот смысл, который оно на самом деле несет. Вот, то есть, Господи, да, Господи. Во время от времени люди говорят, Господи, Господи, ну просто так, как вздох такой, да, как вздыхают, устали, или там, даже когда ругаются, умудряются говорить это слово. Ну вообще, вот, то есть, в полнейшей суете это слово употребляют. Ну что оно означает на самом деле? Давайте вспомним. Слово Господи означает Господин. Это, вот, я повторюсь, это какая-то странная трансформация произошла, видимо, для того, чтобы, ну это какая-то уловка, наверное, дьявольская, для того, чтобы как-то замазать вот тот смысл, основной смысл, который несет это слово. Господи, это Господин. А что такое Господин? Напомню, что Писание было написано, то есть, Библия была написана на Ближнем Востоке. И там особенно это слово имело такое очень серьезное значение. Господин – это человек, который имеет над тобой полную власть. Он господин твой. А я твой раб. То есть, ты мой господин, я твой раб. То есть, по некоторым высказываниям в Библии мы видим, что рабами могли называться даже слуги, ну, наемные работники. Не те рабы, которые совсем бесправны, а наемные работники, которые могли, ну, были вольны работать или не работать, уйти от этого господина. Тем не менее, они все равно назывались рабы, и вот тот, кто ими командовал, назывался господин. Господин – тот, кто дает указания, приказания, а подчиняющийся, он не просто исполняет их, он исполняет их беспрекословно. Вот. Поэтому вот и здесь отсюда и понятно удивление Христа. Он говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Господи, Господи, звучит на каждом углу. Ну, к сожалению, часто люди употребляют это слово, совершенно не задумываясь. Верующий, неверующий, и так далее. Но я думаю, что верующий все-таки более осмысленно. Но на самом деле, давайте подумаем. Иисус – мой господин. Павел называл, например, себя его рабом. Павел – апостол, раб Иисуса Христа. Павел – раб Иисуса Христа. Так он себя именовал почти в каждом послании. Раб – тот, кто беспрекословно исполняет указания, приказания. Вот. И если вдуматься, на самом деле, вот, как-то принять это слово к своему сердцу, задуматься, а вот Иисус для нас господин, мы называем его Господом, Господь и Спаситель. Да? Вот. Но, например, вот для апостолов, помните даже вот это вот обращение Фомы, что ли? Ну, как момент, когда он принял воскресение Христа. Помните, когда он увидел раны от гвоздей? И сначала он сказал, что пока не увижу, не поверю. А потом, когда он увидел, вот Иисус специально ему явился и сказал, подай руки свои, пальцы сюда, там, вложи пальцы в мои раны, и не будь неверующим, но будь верующим. И что он сказал? Господь мой и Бог мой. Да? То есть, это означало момент, когда он покорился ему. Полностью покорился. И мы знаем, что апостолы свидетельствовали там многократно и многообразно по всей земле. Ну, вот, сначала в Иерусалиме, потом в Самаре и даже до краев земли. То есть, смотрите, покорность Господу совершает чудеса, на самом деле. Смирение перед Господом. Но все начинается с признания. Все начинается с признания, когда мы по-настоящему признаем Христа своим Господином. Как сказал Исайя, вот я, пошли меня. То есть, опять, да, покорность. То есть, Бог тогда спросил, кто пойдет для нас? Исайя услышал это и сказал, вот я, пошли меня. Исайя не знал, куда Бог его посылает. Может, он его посылал. Ну, то есть, что это было за место? Это были Мальдивы или это был Магадан? Ну, в нашем, да, в нашем контексте, в нашей системе координат. Это было хорошее место или плохое? Или в той системе координат? Это была Ниневия, куда так Иона не хотел идти, откуда он бежал? Или это было что-то получше, поприятнее? Но ветхозаветным пророкам все время доставалось. Там мало кто был. В чести, в чести. Вот. Я говорю о покорности. Является ли Иисус на самом деле нашим Господом? Или мы как такие отрицательные персонажи Библии, которые, на самом деле, может быть, даже и молятся, может быть, даже и Библию читают, но не делают того, что там написано. Не делают того, что угодно Господу. Не покоряются Господу. И надеюсь, что мы не из таких, но тем не менее, задуматься стоит. И на самом деле, может быть, мы покорились Богу в глобальном смысле, мы приняли Его спасение и считаем себя верующими, являемся верующими в глобальном смысле, да, вообще. То есть, мы получили спасение, мы идем на небеса. А как насчет вот нашей повседневной жизни? Покоряемся ли мы Господу в нашей повседневной жизни? Потому что там, где Дух Господень, там свобода от греха, от зависти, от раздражения, от слабости, от неверия. Там свобода. И смотрите, есть ли это свобода у нас? Есть ли у нас это смирение перед Господом? Или мы говорим, да, Господь, я знаю, что Ты хочешь, чтобы я делал то и то, но извини, не могу. Или извини завтра. Или извини, когда чего-нибудь, да. В понедельник, 1 января начну. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Что вы называете меня Господом? Господи, Господи. Зовете меня Господи, Господи. И не делайте того, что я говорю. И слова Иисуса, обращенные к нам, ко всем. Вот. И здесь можно пойти даже дальше. И нужно пойти даже дальше. То есть... Потому что вслед за этими словами, в 46 стихе, есть еще и 47, и 48, и 49 стихи. 6 главы от Луки. А там написано, Иисус сказал притчу о человеке, который, о двух строителях, которые один строил на песке, другой строил на твердом основании, на камне. Да. И жить, строить свою жизнь на камне, на твердом основании. И вот то, чего хочет Бог от нас. Но это ведь процесс. То есть дом не строится, вот по щелчку пальцев, не возводится. И мы понимаем, что строительство дома, закладывание основания, это серьезный процесс, это длительный процесс. Но я вижу, что эта притча стоит сразу же после этих слов, в 46 стихе. Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю. Что хочет Бог, чтобы мы делали? Строили свою жизнь на твердом основании. А чтобы строить на основании, нужно это основание понимать, знать. Знать, как строить. Да, сейчас, ну, в принципе, это невозможно. Построить, например, большой дом со всеми там его, ну, современный дом. Даже если это частный дом. Со всеми там коммуникациями, электрикой. Просто вот так вот. Я возьму и начну складывать камни. Или там деревяшки, бревна. То есть, это, то есть, либо человек потратит там в три раза больше времени и сил, если он будет строить так без проекта. Либо он просто не построит. Или построит что-нибудь непригодное для жизни. Или настолько неудобное, что он будет там еще кучу времени переделываться и так далее. Ну, в общем, идея понятна. Для того, чтобы строить, нужно знать, как строить. Значит, что строить. Нужен проект. Для нас с вами проект нашей жизни, генеральный план, это писание. Естественно, он не выглядит как смета. Он не выглядит как такой план с пунктами. Пункт 1, под пункт 1.1, 1.2. Потом идет пункт 2, под пункт 2.1, 2.2, 2.3. Люди технического склада понимают, о чем я говорю. Не технического, я думаю, тоже понимают. То есть, Библия не выглядит так. Но тем не менее, она такой является, она выполняет эту функцию. То есть, Господь имеет для нас план нашей жизни. И если мы хотим, если мы называем Иисуса Господом, Господином, то, наверное, нужно хотя бы заглянуть в этот план, который есть в его руках для нашей жизни. И не просто заглянуть, а начать действовать в соответствии с этим планом. Не того ли хочет Господь. Не этого ли. Вот. Поэтому, на самом деле, здесь мы опять возвращаемся к теме. Исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Ибо они свидетельствуют о Христе. То есть, исследуйте себя, исследуйте Писание. То есть, вот к чему призывает нас Библия. И не просто исследуйте, а и исполняйте то, что они говорят. Вот здесь мы опять приходим к необходимости читать, крепко читать, знать, познавать, совершенствоваться в познании Слова и в познании Христа через Слово. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, не просто говорить правильные духовные слова, но если мы называем Тебя Господом, то и поступать в соответствии с этим. А именно, слушаться Тебя, Господь, знать то, что Ты хочешь от нас делать таким образом, то, что Ты говоришь. Благослови наш день. Молю Тебя о том, чтобы он был наполнен Тобой. Самое главное, послушанием Тебе, познанием Тебя. Научи нас так жить, Господь. Научи нас двигаться к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...